Вообще огонь, блин, мне нравится. Мы его нашли в троих. Друзья, всем привет! Vortex RC Racing радиоуправляемой моделью. Это видео посвящено моему новому коптеру. Наконец-то я созрел приобрести более-менее нормальную уличную модельку. Моделька называется Z5. Это производитель SJRC. И, скажем откровенно, самый нищебродский вариант коптера с GPS. Здесь самая дешевая комплектация с коллекторными моторами. Камера установлена без подвеса. То есть она жестко закреплена в корпус и снимает так себе. Но зато здесь есть GPS и можно нормально полетать на этом коптере на улице. Но попробовать втянуться пойдет, не пойдет, считаю отличный вариант. Кстати, конкретно этот коптер уже имеет некоторую историю. У всем известного Игоря Рубина, он же RC Bayer. Здесь даже сзади есть его наклеечка. То есть коптер куплен бушным. Цена нового на Алишке такого начинается от 5500 рублей. За 8500 можно купить комплектацию с тремя батареями. Собственно, эту комплектуху за 8500 я и купил у Bayer, но за цену 5500. Соответственно, у меня здесь еще есть два аккумулятора и третий вставлен в коптер. Поскольку обзоры на этот коптер уже есть, я, наверное, сниму маленькие детали, которые мне показались интересны по сравнению с маленькими комнатными коптерами, которые были у меня до этого. Ну и также, конечно, вставлю немножко видосов с полетов. Я поменял ракурс на более привычный и хочу рассказать о тех нюансах, которые лично меня очень приятно удивили в этом коптере. В модельке Z5 все заряжается от стандартного microUSB. В аппаратуре есть гнездо для зарядки microUSB. И также каждая батарея имеет порт microUSB для зарядки. Таким образом, обычная зарядочка для мобилки. На три порта можно одновременно заряжать два аккумулятора и аппаратуру от одного блока питания. Я считаю, это очень круто и очень удобно, что нет специфических проводов и зарядных устройств. Также меня очень приятно удивило, что на каждой батарее есть индикации заряда. И даже сейчас, не вставляя в коптер, мы можем просто зажать кнопку и узнать, что батарея заряжена на 100%. Очень крутое решение. Вроде стоят копейки эти диоды, но удобство пользования коптером повышает на 100%. Отдельно хочу похвалить аппаратуру. Аппаратура прикольная. Сейчас мы ее разложим в боевое состояние. Также достанем держатель для телефона. В руках она лежит удобно. И мне нравится, что здесь подписаны все кнопки. Дело в том, что производители дешевых, более дешевых коптеров обычно экономят на этом. И у них пульты без каких-то надписей. Здесь же все понятно, что это кнопка за взлет, за посадку. Включить, выключить, домой. Это круто. Может быть, это, конечно, смешно звучит, что производитель подписал кнопки на аппаратуре. Так, наверное, должно быть, но повторюсь, что производители дешевых на этом экономят. По комплектации получается все просто. Мануал, есть английский язык. Внутри коптер, две батарейки. Здесь кабель microUSB для зарядки. Блейд – это запасные винты. И наклеечки от Bayer еще остались. В принципе, ничего сверхъестественного, но все, что нужно, положили. На момент записи этого видео я уже полетал на этом коптере в деревне. Мне он понравился, потому что управлять коптером с GPS очень просто. Летает он стабильно, держит высоту. Можно буквально бросить пульт на землю и пойти пить пиво, курить. Коптер никуда не денется, сам вернется домой. То есть для новичков это очень круто. Вообще, все коптеры, по большому счету, делятся на гоночные дроны, на которых летают, делают трюки. И на коптеры для съемки с хорошими камерами, хорошими подвесами. Соответственно, этот коптер не гоночный. Он больше, по идее, относится к коптерам для съемок. Но для какой-то художественной съемки камера этого коптера совершенно непригодна. То есть картинка на ней малой детализации, пиксельная. Конечно, по ней можно ориентироваться. Видно, что это дом, это дорога, это дерево. Но для какой-то художественной съемки он, естественно, не подходит. И для гонок тоже он не подходит. Получается бюджетное не рыбы и мясо за 5500, но который отлично подойдет новичкам, кто хочет себя попробовать в коптерах. Завтра я пойду поснимаю на нем еще немножечко полетов. А пока разговорная часть видео закончена. Смотри, я могу рулить, это плюс. Сейчас будет селфи. Мы здесь. И вперед. Вообще огонь, блин, мне нравится. Нажимаем на кнопку «Возврат домой». Квадрокоптер должен сейчас сам приземлиться на место взлета. Магия, пульт не трогаем. Выключим. Долго. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты там ни во что врезаться не собираешься случайно? Я его потерял полностью из виды DimaTorzok Мне что-то очково! Ну вообще? Давай Return to Home! Нажимай эту кнопку! Стой, 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 как кнопка! Все! И почему-то на Return to Home! Ну, видимо, он на 80 заработал! Ну-ка! Смотри, получается с твоим Wi-Fi видос как-то получше, да? Слушай, мне интересно, пускай он сейчас к нам прилетит! Смотри, прямо видно речку! Вот он поднимается на наши 40 метров, которые мы ему захерачили! Я его все равно не вижу! Слушай, чтобы он поднялся и не врелся? Я его не вижу, Disson, вообще не вижу! А, вон он там херачит вообще, блин, по небесам, блин! Я его смотрю где-то там... Слушай, а смотри, как он нормально пришпарил! Он вообще нормально газанул! Ага! Слушай, вот это было, блин, экстрим... Ну, пускай садится! Сейчас мы его еще раз так фиганем! Ничего себе! Вот это точность! Блядь! Слушай, вот это прям как у доктора! Мы его нашли в траве! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...